Так, в общем, сегодня мы едем снова в Лизанскую область. Сегодня мы хотим посетить Конопельское каменоломню и Шиловский лес. Ну, еще чуть-чуть, может, по пути. Внизу протекает река Цна. И по Праге. В соседине из интернета протяженность этой каменоломни около 5-6 километров уходов. Вот. К сожалению, вот я смотрел в инете, есть фотки. Там стоя вот на краю села, как раз в этом месте, это табличка, что Конопельское каменоломня. Там небольшая вкратце история описана была. Видите, показано, где вход. Вот. Стрелочкой. Ну, что-то мы не нашли. Ну, по идее, думаю, где-то вон там вот, в овраге. Оправляемся на поиски хода. У меня каждый день тут вот оно, в кустах. Вроде один овраг тут. Он ориентир поварен на дерево, да? Тут что-то какой-то родник, что ли, нет? Да и что-то ничего. Дырка какая. Дырка? Вот верстие. Как он не пишет. Это размыл. Ручайте, Артек. Да мне, конечно, в ту сторону надо. Блин, по этим дебрям идти-то охренеешь. Че, провалился? Нет, не знаю. Не там каждый день в конце овра. Скорее всего. А может и нет. Ой, ну люди и свиньи. Блин, накидались сюда. А вот и вход. Блин, она, по-моему, еще меньше стала. Да, блин. Засыпала. Блин, опасно-то лезть. Да, чуть жестко вообще прям. Блин. Блин, а мои совковые лопаты тут особенно не возьмешь с камнями-то. Подкопай. А, блин, подкапывать. Не, подкапывать будешь, она туда будет сейчас сползать еще хуже. А, хотя у меня это, ведь взятые карманы, взятые карманы положены. Екать, страшно тебе. Страшнее это слово. А, сонька, замкнув пространство боишься. Че-то, мне кажется, он больше этой дырки. Да. Кто больше? Три с половиной где тут метра. А потом нормально, да? Потом, ну, вроде да. Я говорю, по-моему, засыпали и... О, прям все раз ветер, а тут холодно. Ну, конечно. Засыпали и вход, вы знаете, написано. У тебя лопатки нету? Да вот и нет, та маленькая. А, есть, но она вообще маленькая. Или взять сходить. Складная. Да, жаль, без нее. Ползем. Не, мне вот эта вот напрягает. Да это херня. Там вот дальше вон не застрять. Так, ну что ж. Приступим. Блин, он еще и сыроват немного. Там чайник или кастрюль какая-то. Пленуска, короче, вообще жесть. Земли, короче, нанесло. Да причем, похоже, я так уж похудел неплохо. За зиму. Игрет, смотри. Главное, не удариться об камни. Иди. Что-то низкие потолки. Тут. Играет. Иконка. Трещины вообще хорошие такие. Давай заползай. Тебе посветить? Да, конечно, светит. Веревка-то у меня оторвалась, надеюсь? Да, нормально. Голову только не поднимай высоко. Ты веревка из тебя? Да нормально. Да не спеши, не спеши. Не спеши? Успеешь. Пока еще не холодно здесь. Скраб вообще или какой-то кусок железа. Вот, книга записи. Ой, она вся мокрая. Такая карандашик. Это что написано? Техника безопасности при посещении пещер. Так, нужно записаться. Так, первый год у меня, Стикс. 12-й год. 5 ноября здесь были. Последний раз в 15-м и в 16-м. А вот еще в 15-м уже. Привет, Исиян. Что-то по-английски написано. Ленка-Ленка какая-то. С собакой кто-то. 12 человек и собака вышли. 18-й, 10-й ферраде, 18-го года. День-день. 13-й лился. Бумага, не открываешь. Страничка. Это чистая. Они вот еще. В 18-й год. В 17-35 вошли, в 19-й вышли. 17-й июня. Ну, грубо говоря, полтора месяца назад. Значит, все нормально тут. Я не знаю, если пишешь. Так, Синь, какой у нас первый, да? Да, 1-й августа. Блин, не пишет, кажется. Она бумага старая. Так, пишем карандаш вам. Все царело. 1-й августа 2018. Но на карандаш практически тоже не пишут. 3 человека, 11-28. Блин. Три. Сколько? 11-28. Да, тут надо было целлофанчик завязывать, а потом уже вот в эту штуку засовывать. На мой взгляд. Или вообще купить герма-пакетик. И вообще огонь. Подожди, дай мне посвяти. Давай, Рюкзак. Давай, Рюкзак. Смотри, только вон голо, потому что видите, какие трещины. Иконочка. Так, что продолжаем наш путь. А, вон зал уже какой-то. Так, в общем, добыча здесь известняка началась в начале 19 века. Городники были местные крестьяне, которые работали кирками, молотами и стальными клиньями. Вот. Блин, тут вообще прям, блин, жестко обваливалось. Ух, тут трещинка какая-то жесткая. Добывали данный материал для строительных нужд. Доставляли его лжевыми полосками. А также сплавляли по реке Цне в такие города, как Маршанск и Тамбов. Вот. Закрыта она была и тентировочно в 80-х годах. Вот, кстати, колея от Тачанки, которую возили известняк отсюда. Уже прохладно делается. Ну да, глина сыроватенькая. Сколько здесь вывыки. Кстати, можно зажечь ее. Да, выражаемая огромная благодарность с пеллиологом группы «Спектр», по-моему, если не ошибаюсь, которые здесь все обустроили. И по их видео-то я более-менее сориентировался. Это будет как ориентирчик у нас дополнительный. В общем, протяженность каменоломни около 5-6 километров. Может быть, конечно, сейчас она уже не такая длиной, потому что периодически случаются обвалы. Вот, видите, да? Грунт просачивается, глина. Вот. Конечно, неподготовленным лучше здесь не находиться. Хоть мы, конечно, в принципе, относимся к таким. С одной стороны... Ох, ё-моё! У нас хоть какой-то опыт есть еще. Вот это трощерина. Камушки только не трожьте вот эти. Слышишь, Никит? Камушки только не вытаскивай. Иначе может там было случиться. Он может даже на маленьком камушке держаться. Прямо выключить, и уж звук этот... На всякий случай. Здесь также, помимо мужчин, крестьян, работали женщины. Вот. Они в основном помогали с мелким... Вот тоже расщелина. Короче, вносили более мелкие эти вот остатки породы. Вот. Вот так вот женщины трудились примерно лет сто назад. Вот такая кладка из бута называется дамской. Характерна она тем, что маленькие кусочки битого известняка, которые женщины собирали здесь на подсобных работах, убирали с пола, чтобы не мешать транспортировке камня. Называется в простонародье вот эта штука забутовка. В основном закладывали какие-нибудь места, которые могут обвалиться, или ненужные брошенные забои. Но в некоторых системах вот такими забутовками отделяются одни части каменоломни от других. Если их разобрать, можно пробиться куда-то в другую часть. А можно и не пробиться. Вот. Есть, короче, такая версия, что то ли в 90-х, то ли в 80-х годах здесь завелись большая стая лис, которые по этим вот ходам подходили к огородам данного села. Вот. И воровали птицу мелких животных. Вносились сюда. Из-за этого говорят, что местные жители засыпали все входы сюда. Да, кстати, чуть не забыл. Здесь ушаны, летучимыши ушаны обитают. Это каменоломня в начале 2000-х ей дали статус и как там дали статус нам памятник природы оригинального значения. Что, полезем туда? Везем. Прямо там только смотрим. Тебе видишь камушки? Вон, не сбить их только. Так, мне надо их закушанным снять. А то я зацеплю, боюсь. Ну, вроде лазили сюда. Видишь, следы, вроде есть. Ой-ой-ой. Вот эти вот не сбейте только. И вот те. Смотри, смотри, аккуратнее голову этот. Маленький камушек не сбей. Это вот тут, наверное, обвал был, на город обвалился. Маленький камушек всего лишь. Ну да, кто ее знает. Не, ну просто там песка-то, по-моему, нету ведь. Что, уже половины матушки нет, да? Больше даже. Ну, в принципе, отходя уже прошли-то. Туда? Опа. Ты прикинь. Ну да. Кошачьи следы. И здесь, короче, грязь. Ой-ой-ой-ой. Тише-тише, хочется говорить. Все, тупик. Вот откуда кошка залазила. Походу. Да. Кошка оттуда залазит. Следы оттуда. Да. Мы пришли на ночлег, где ночуют. А вот и веревка. И эти, как их называли-то? Забыл. А вот, кстати, где ночуют. Да. Вот, который заползает. Прикольно. И все, в принципе. Вот, может, свечи зажечь. Ну, здесь спят. Вот, поджопни как раз. Веревка у нас, садки. Ой-ой. Я еще такого не видел. Фотошоп, блядь. Слон кентавра. Заварил их. Ножовка. Что, встаем, Саныч? Это вообще кабель? С пензелью народца приезжал. Сейчас, в общем, передохнем немножко и начнем дальше исследовать. И вот такой вот еще мы нашли артефакт. Налозик, это, видимо, еще современный. Вот, петля получается, да? Штыречек. Кирка, да, походу? Похудел. Вот. Что, выдвигаемся мы дальше? В путь, дорогу. Ай-ай. Не забывай, что так с рюкзаком. Я их не боюсь, сильнее. Этот, каменные залы, эти гномы. И с каждым разом они погружались все глубже, все дальше. Где, блин, летучие мыжи? Вот, усилили нормально. Ой-ой-ой. И вон туда опять. И сюда. Ну да. Тут побольше надолблено. Да, столько и лабиринтов. Тут заблудиться-то, Наталья, можно? А это что такое? А, это вот, смотри. Стрелку сделали, видишь, на выход. А я ей аккуратно-аккуратно спину. Сейчас обвалишь нас. Вот, по полу-росмару ходить уже. Вот, смотри, обвал был. Голыбы какие. В общем, тут, короче, тупик. Им заканчивается любой, любая дорога. Описан тупик. Вот, тоже болелась. Да, тупик. В общем, короче, здесь было выработано со сведения интернета около 25-30 тысяч тонн из известняка. Что, сюда пойдем? Тут нагнувшись все время. Ну, это по идее мы пойдем параллельно тому ходу, да? Фактически, как в длике. Где ты, хвалила, огород обвалился? Да, там. Походу там. Да? А, был, кстати, да. Вот здесь вот, наверное, огород-то обсыпал. Обвал был. Вероятно, тут. Ну, вот земля черная. Значит, огорода. Растут хринный песок один. По идее. Ну, что, все дан, да? Да. На выход пойдемте. Ты, госпожа, тут перейдешь. В общем, сейчас собираемся наружу и поедем в Шиловский лес. Он же ведьмин. Кто как его называет. Так, в общем, мы около выхода находимся. Сейчас выпишемся, что мы отсюда вышли. Так. 12. 50. Даже карандаш не пишет, только вышли. Все. Сейчас будем выползать на руку. Так что, ну что, мы, в общем, на выход. Тихо, а голову аккуратнее. Камни острые, довольно-таки. Вот, видите, какой-то здесь проход вылазить на поверхность. труднее влазить, чем залазить. Да? Поползли бабоньки. Блин. Бля, я маслину поймал. Ну да, тут постр... Как-то пострём не вылазить. Замкнуты слишком много. Пространство, а тут дырка сужается. Да нет. Спокойствие, главное, спокойствие. Как в этом? Ну, Пула, эээ... Как он? Винни-Пух, да? Винни, что с тобой? Спасите, помогите! Ты что? Засканел? Нет. Я просто отдыхаю. Да нету, нам все под контролем. Ой, уже застрял. Отлопал мне в задницу. А что я похудел за зиму? Восемнадцках. Как-никак. Фу! Мишка чья. О! Жара! Жара!